На портал экзагет.ру поступил вопрос, что означает фраза «Ты иерей вовек почину Мелхиседекову» Псалом 109, стих 4. Это очень знаковый для Нового Завета Псалом. На него обращает внимание Христос в своей дискуссии с фарисеями. На этапе, когда Христос уже непосредственно движется к крестным страданиям в рамках последней большой дискуссии с рядом своих совопросников, здесь Христос сам задает вопрос к фарисеям и спрашивает, как вам кажется, Мессия, чей сын? Логично, ему отвечают, что, конечно же, Давидов. И из этого, собственно, Псалма Христос приводит цитату. Как же так, Мессия, сын Давидов, когда Давид сам говорит о нем? И далее Христос приводит начало этого Псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И дальше Христос продолжает. Как же он сын Давидов, если Давид Господом его называет? То есть, с точки зрения Христа, тот, о ком говорит этот Псалом, это, собственно, грядущий Мессия Израилев. То есть, собственно, сам Иисус из Назарета Галилейского. Именно он и есть тот Господь, который сидит одесную престола Бога Отца. О нем, соответственно, и звучит фраза «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Фраза эта очень глубоко погружена в ветхозаветную контекстность, потому что Мессия Израилев, собственно, по тексту Ветхого Завета мы знаем, должен являться потомком царя Давида. Династия Давидидов происходит из колена Иудина, из колена, из которого не может быть, в общем-то, никакого священства, потому что служение преподано колену Левия, а конкретно священнослужение преподано Ааронидом, потомком Аарона. Соответственно, левицкое так называемое священство Давидидам недоступно. Но Псалом говорит о том, что священство Мессии будет иным, и обращается здесь к фигуре Мелхиседека. Собственно, о самом этом таинственном царе нам говорит книга Бытия в своей 14 главе. Это с 17 стиха. Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедрлаамера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что на недолина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Мы видим Мелхиседека как очень своеобразную фигуру. Под Салимом абсолютное большинство толкователей обоих традиций, и христианской, и иудейской, видят, собственно, и Иерусалим, который, собственно, и называется «Город мира». Мелхиседек – царь Салима, то есть человек, который в своем служении объединяет служение царское и служение священническое. Более того, его священство очень своеобразно, потому что, не будучи, собственно, ни в каком родстве и ни в кой связи с Авраамом, он, тем не менее, поклоняется единому истинному Богу. Но делает это очень своеобразно, потому что в мире кровавых жертв, которые приносят все и всюду повсеместно, и, собственно, сам Авраам всегда будет приносить Богу в жертвы именно животных. Мелхиседек является священником хлеба и вина, жертвы бескровной, что очень странно и очень, ну, скажем так, несвоевременно для того момента. Более того, Ветхий Завет очень любит родословие и, как правило, редко вводит значимую фигуру без объяснения того, от кого происходит такой-то человек или кто происходит от него впоследствии. Мелхиседек, человека, которым мы не знаем ни отца, ни матери, ни его наследников, ничего. Он как бы возникает из ниоткуда и уходит в никуда. И Авраам, человек, который имеет уникальное отношение с единым истинным Богом, преподает ему десятины, то есть видит в нем безусловный религиозный авторитет и, по факту, склоняется перед этим авторитетом. Очень подробно эту мысль будет озвучивать апостол Павел в послании к евреям. Собственно, сейчас вот одну секунду, найду фрагмент этот. Это с 6 главы 13 стиха и далее, практически весь объем 7 главы, о том, что, собственно, и Иисус, и есть первосвященник по чину Мелхиседека. Потому что даже само именование Мелхиседек, царь Салима, как бы прообразовательно указывает на Христа, потому что Мелек Цаддик, то есть царь праведный, царь Салима, Салим Шалом, мир, то есть царь праведных, царь мира, о котором нет ни отца, ни матери, никаких его потомков, фигура, как бы появившаяся из ниоткуда. Вот она исключительным образом соотносится с Христом. Сам Христос не имеет никакой связи с левицким священством. Он не араонид, не потомок Левия, он потомок Давида, но он тот, кто имеет большее священство. Не священство кровавой жертвы, которое должно через смерть животного очищать самого священнодействителя, а потом он смертью животных будет ходатайствовать о каких-то других людях. Нет, священство Христово будет принципиально иным. Он сам взойдет на крест, он сам сойдет в смерть, изведет человеческую природу из смерти в свете воскресения и будет преподавать самого себя в таинстве хлеба и вина, священнодействовать по чину Мелхиседекову. По чину Мелхиседека же будет священнодействовать и вся новозаветная церковь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok